Всем привет! Отключение рекламы на русском ютубе все восприняли по-разному и реакция зависит от того, в каком из двух лагерей ты находишься. Ты блогер или ты зритель? В этом видео я расскажу вам, кто пострадает данной ситуацией больше всего, какие действия можно предпринять российским блогерам и что могут сделать в данной ситуации зрители. Спойлер, вся надежда сегодня только на вас. Для блогеров отключение рекламы в России это настоящий удар, потому что простая монетизация, просмотр рекламы это и был основной доход. Да и в принципе даже для тех, кто вел свой блог на ютубе как хобби и параллельно, например, работал на основной работе, для них это тоже очень неприятно. Потому что любой адекватный человек согласится, что любая работа, любой труд, он должен оплачиваться. Вы не работаете бесплатно на работе, у вас есть зарплата, так и у блогеров, они тоже за свой труд получают монетизацию. Те же самые деньги, та же самая зарплата. Если вы, хейтеры, думаете, что работа блогера заключается исключительно в том, чтобы поболтать на камеру, то нет, это не так. И если это настолько просто и легко, так почему же вы все еще этим не занимаетесь? Почему вы не зарабатываете в интернете, как это делаем, например, мы? Может быть, потому что это нелегко? Итак, кого же больше всего коснутся ограничения в рекламе в России? Конечно же, прежде всего это средние каналы с средним количеством подписчиков, которые зарабатывали исключительно на простой монетизации, они не имеют каких-то спонсоров, инвесторов, которые покупают у них рекламу, покупают у них рекламное время в ролике. Если у тебя русскоязычная аудитория, если у тебя большая часть аудитории, там, да даже 60-70-80% из России смотрят, то ты автоматически лишаешься какой-либо монетизации, в принципе, какого-либо адекватного дохода. Лично у меня, как и у моих блогеров-коллег, с примерным количеством подписчиков нет инвесторов, так скажем, инвесторов, да, извне, поэтому у нас не будет как такового дохода. А вот, например, каналы-миллионники или каналы с большим количеством зрителей, они легко выживут, потому что у них всегда есть длинный список из рекламодателей, которые готовы купить у них эту самую рекламу, и тем самым они хоть какой-то, но доход благодаря интеграции будут получать. Также ничего не потеряют и начинающие блогеры или те блогеры, которые еще не имеют монетизации, потому что они будут снимать ролики на таком же энтузиазме, и это абсолютно нормально, потому что каждый из нас в начале своего пути, прежде чем добиться монетизации, он работал на YouTube бесплатно. У кого-то это время было там два месяца, кто-то полгода этим занимался, кто-то год не мог выйти на монетизацию. То, что сейчас маленькие каналы лишили монетизации, на них это никак не должно повлиять, потому что им есть куда еще стремиться, им есть к чему расти, и они также, собственно, будут работать над своим контентом, завоевывать новую аудиторию, которая к ним придет. И когда уже они перейдут этот порог монетизации, им, конечно же, будет уже, наверное, обидно, потому что за свой труд захочется получать хоть какую-то, но копеечку. За вчера, за сегодня я уже, в принципе, успела обдумать некоторые вещи относительно сложившейся ситуации, и, собственно, что можно делать и для блогеров, и для зрителей, которые в таких непростых условиях хотят поддержать своего любимого блогера. Что делать блогерам? По факту мы не просто лишились какой-то рекламы в России, мы не просто лишились монетизации, мы лишились своей зарплаты. Нас, просто говоря, уволили с работы. Какой выход из данной ситуации я вообще вижу? Конечно же, нужно продолжать радовать своих зрителей контентом, но подумать над его периодичностью. Возможно, что вы будете продолжать выпускать такое же количество роликов, как и до ситуации, либо вы задумаетесь над тем, чтобы уменьшить количество выпускаемых роликов. Также понятно одно, что нам всем сегодня нужно пересмотреть свою стратегию работы на YouTube, возможно, внедрять какой-то новый контент, который будет интересен не только русскоязычной публике, но и зрителям из-за границы. Это очень важно в сложившейся обстановке. Также нужно, наверное, задуматься насчет выхода на новые площадки, в том числе и российские. Но вот, если честно, пока я, наверное, не готова выходить на тот же YouTube, я про него абсолютно ничего не знаю. И без поддержки зрителей, я думаю, наверное, делать там особо и нечего. И без каких-то знаний вот этого сообщества, да, тоже. Что же делать зрителям, которые хотят поддержать любимых блогеров? Есть несколько способов. Первый способ, он самый древний, и который был, есть и будет, это добровольные донаты. Это ваша благодарность блогеру за создаваемый им контент. И второй способ, который абсолютно не требует каких-то средств, это установка всем известным VPN. Сидеть нужно и смотреть ролики с помощью VPN. Что нужно сделать? Нужно установить любое бесплатное приложение с VPN на ваш мобильный телефон. Приложений много, можно выбрать любое, которое вам понравится. Если сами не можете, то в данной ситуации, наверное, лучше попросить родных, родственников, которые помогут вам это сделать. И поверьте, если вы будете смотреть видео блогера с помощью VPN, блогер скажет вам огромное спасибо, потому что вот такой вот способ, он не требует от зрителей ни средств, ни каких-то время затрат больших. И очень прошу в данной ситуации все-таки оставаться людьми, быть добрее. Если честно, меня очень разочаровали ваши комментарии, которые вы оставили под вчерашним видео. И я не знаю, откуда столько появилось злопыхателей, хейтеров, недоброжелателей. И никогда не понимала, наверное, и не пойму, почему, если я вам лично неприятно, я вам не нравлюсь, почему вы остаетесь на моем канале, продолжаете сквозь какие-то усилия смотреть мои ролики и писать оскорбления, негатив, злые комментарии. Так может просто найти того блогера, который вам будет нравиться, чтобы писать ему добрые комментарии, комментарии поддержки. Зачем распылять себя и писать гадости? Ведь вы понимаете, что вы пишете и отправляете это другому, такому же живому человеку, у которого есть свои эмоции, чувства. Пересмотрите свою политику на Ютубе, мои дорогие хейтеры. Ведь всегда гораздо лучше вместо оскорблений, провокаций писать какие-то поддерживающие слова. И вам, и блогеру будет приятно. И всегда буду помнить и повторять фразу, которую я прочитала в книге Бориса Васильева «Завтра была война». Убивает не только пуля, убивает не только клинок или осколок, убивает дурное слово и скверное дело, убивает равнодушие и казёнщина, убивает трусость и подлость. Помните об этом всегда, друзья. Всем спасибо, пока!